Короче, всем привет! С вами Готик, а с вами Сократ. Смотрите, значит, интересное наблюдение. Обновление импорт-экспорт был выпущен 13 декабря 2016 года. Обновление судный день был выпущен 12 декабря 2017 года. Обновление битвы на арене было выпущено 11 декабря 2018 года. Просто так, просто наблюдение. Мне лично кажется, что 10 декабря 2019 нас порадует новым обновлением. Что по этому поводу думает Desfans? Смотрите, значит, ну все-таки не просто он датамайнер, и некоторые из его идей и предсказаний сбылись. Начнем вот с чего. Смотрите, значит, есть какое-то глобальное переменное, которое сейчас на данный момент не используется. То есть, это функция, которая выбирает скрипт из списка. На данный момент существует всего один скрипт FreeModInit. То есть, это свободный режим наш. Но существует функция, которая позволяет выбирать из списка другие скрипты, которых на самом деле сейчас нет. Что это нам всем дает? Это дает то, что, возможно, разработчики хотят ввести что-то подобное свободного режима. То есть, ты заходишь в игру, и у тебя будет выбор свободный режим или свободный режим. Что же может быть нового в этом свободном режиме? Вспомним все о полицейских и мошенниках. Это вырезанный из финальной версии GTA Online режим. Он еще должен был стать продолжением этого свободного режима. И его так и не выпустил. Но подобие ролевое выпустили сейчас в Red Dead Online. Что, собственно, дает возможность. То, что на Red Dead Online они это проверили, протестировали и готовы запилить это к нам в декабре. Еще одна интересная функция, которую нашел TestFans, это то, что в новом этом режиме свободно будет меньше 30 человек. То есть, в сессии само по себе рассчитано на меньшее количество людей. Что уже само по себе интересно. Значит, TestFans предполагает, что это все-таки будет полицейское обновление с РПС-сервером. Значит, и вы сможете выбирать между роли полицейского и преступника. Это выбор можно уже делать будет в самой игре, а не в начале, как вы в него зайдете. И, к сожалению, там не будет нейтральной роли. То есть, вы либо будете полицейским, либо преступником. Когда вы находитесь в роли преступника, вы совершаете преступление. Полицейским просто поступает сообщение о том, что вы совершили преступление. Их задача будет преследовать вас и арестовать. Выполнение заданий по завершению преступлений и поимке преступников будет влиять на ваш общий опыт. А не только на опыт отдельной миссии. Вот, собственно, что-то похожее на ВПБ. Точнее, то, что сейчас есть в ВПБ. Это будет неким аналогом. Мне это очень нравится. Но в любом случае, я уверен, что в декабре будет обновление. Следим за новостями. Спасибо. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Подписываемся на группу новости каждый час. С вами был Сократ Готика. Пока.